Промышленная выставка Иннопром, совмещенная в 2016 году с Российско-Китайским Экспо, подтверждает статус крупнейшего международного промышленного форума. За полтора месяца до старта обеих экспозиций заполненность площадей форума составляет 98%, а заявки на участие подтвердили порядка 700 компаний из 17 стран мира. Об этом шла речь на заседании регионального оргкомитета по подготовке к Иннопрому и Российско-Китайскому Экспо, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул, что обе экспозиции должны быть организованы на самом высоком уровне, уточнив, что от этого зависит инвестиционная привлекательность области. Учитывая особую значимость Иннопрома для роста инвестиционной привлекательности Свердловской области, международное продвижение региона и продукции наших предприятий, необходимо приложить максимум усилий для раскрытия потенциала региона и обеспечения комфорта и безопасности выставки. Это же касается и российско-китайского экспо, где планируется чрезвычайно насыщенная и интересная программа. Президент госкорпорации Формика Максим Зверков сообщил, что сейчас уже зарезервированы 98% площадей выставочного комплекса, отметив, что до сих пор поступают заявки на участие. По его словам, в выставке планируют принять участие 190 российских компаний, 280 китайских, 120 индийских, 20 итальянских, 13 немецких, 5 американских и 5 чешских. Еще будут компании из Австрии, Японии, Польши, Тайваня, Эмиратов, ЮАР. Сейчас свое участие подтвердили 695 участников из 17 стран мира. Это в очередной раз подчеркивает международный статус выставки. Ожидается участие министров промышленности Индии, Зимбабве, представителей отраслевых министерств Греции, Ирана, Японии и Италии. На заседании было также отмечено, что уровень заполняемости площадей выставочного комплекса, где пройдут Иннопром и Экспо, схож с уровнем заполняемости близлежащих отелей и иных мест размещения. Глава региона поручил отраслевым ведомствам и оператору выставки проработать варианты размещения и трансферта гостей в близлежащих городах. Гостей мероприятия, как всегда, ожидает насыщенная деловая и культурная программа. Директор деловой программы Иннопрома Антон Атрашкин рассказал, что в нынешнем году стартом мероприятия станет гольф-турнир, который пройдет в гольф-центре Pine Creek 10 июля. В этот же день в ККТ «Космос» состоится технологическая церемония открытия выставки, проведет которую телеведущая Марианна Максимовская. Кроме того, в рамках выставки пройдет более 20 культурно-досуговых мероприятий, включая чайные церемонии, фильмы, мастер-классы по йоге. Деловая программа Иннопрома включает в себя более 150 мероприятий, главные из которых – Координационный совет с участием министра промышленности и науки Российской Федерации Дениса Мантурова, российско-корейский, российско-итальянский и российско-африканские деловые форумы, а также премия «Индустрия», на которую уже заявилось 200 номинантов. Одновременно пройдет российско-китайское экспо, экспозиция которого будет расположена во втором павильоне МВЦ «Екатеринбург-экспо» на 8 тысячах квадратных метров. В программе запланировано 15 деловых мероприятий. Евгений Куевышев напомнил организаторам, что 11 июля, первый день работы выставок, пройдет уникальный боксерский поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и Айзеком Челембой. Губернатор отметил, что это престижнейшее спортивное мероприятие, и оно также может стать заметным пунктом культурной программы Иннопрома. О готовности региона к проведению главных экспозиций года главе региона доложил первый заместитель председателя правительства Свердловской области, министр инвестиций и развития региона Алексей Орлов. В ходе подготовки выставок было отправлено более 700 пригласительных писем для руководителей российских международных компаний, а также субъектов регионов. Это, я говорю, только уровень Российской Федерации, руководство Минпромторга. Что касается представления региона непосредственно на выставке, то экспозиция Свердловской области составит порядка 800 квадратных метров. Будет представлена единая стилистически оформленная зоной в павильоне номер 3. Первый вице-премьер также рассказал, что в рамках застройки будут представлены кластерные технологии, проекты Титановой долины и Урфу, индустриальные парки региона и другие индустриальные проекты. Сейчас идет проработка списка Свердловских предприятий, которые посетят индийские и китайские партнеры. Нам представляется уникальная возможность представить Свердловскую область в самом выгодном свете, и этой возможности мы должны сегодня воспользоваться. Артемовцам уже сейчас нужно планировать свою поездку на столь значимое мероприятие. Ведь даже тому, кому неинтересны технические новинки, всегда любопытно познакомиться поближе с культурой стран, которые выступают нашими деловыми партнерами. Благо, грандиозная культурная программа, которую готовят организаторы, поможет не только узнать много нового, но и, возможно, в корне изменить свое восприятие других стран и народов. Тем же, у кого нет возможности лично посетить мероприятия, о них можно будет узнать из телевизионных сюжетов, которые будет предлагать зрителям наша телерадиокомпания Альтекс Медиа.